Лолбок и Кикерей. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Привет, друзья! Сегодня я бы хотел вам рассказать о тайне Большого Адронного коллайдера, обсуждение теории о том, что Большой Адронный коллайдер может вызывать паранормальное явление Большой Адронный коллайдер. БАК – один из самых удивительных и загадочных объектов в мире науки. Этот огромный ускоритель частиц находится под землей на границе Швейцарии и Франции и привлекает внимание ученых и любителей паранормального. Существует множество теорий о том, что работа БАК может вызывать необычные и непонятные явления, включая паранормальные события. Давайте рассмотрим некоторые из этих теорий и попробуем разобраться, насколько они могут быть правдоподобными. История создания Большого Адронного коллайдера БАК был создан с целью проведения экспериментов в области физики элементарных частиц. Его запуск в 2008 году стал одним из самых значимых событий в мире науки. Ускоритель частиц способен создавать условия, близкие к тем, что были во время Большого Взрыва, и изучать поведение частиц при таких условиях. Основные задачи Большого Адронного коллайдера – главной задачей ученых. Работающих на БАК является поиск ответов на фундаментальные вопросы о природе Вселенной. Это включает в себя изучение свойств элементарных частиц, поиск темной материи и антиматерии, а также проверку гипотез о новых физических явлениях. Теории о паранормальных явлениях, связанных с БАК среди различных теорий о воздействии БАК на окружающий мир есть и те, которые связывают его работу с возникновением паранормальных явлений. Некоторые исследователи считают, что колоссальная энергия, выделяемая ускорителем частиц, может создавать порталы в другие измерения или даже вызывать временные сбои в пространстве времени. Влияние магнитного поля БАК на психику людей – одной из теорий является влияние сильного магнитного поля, создаваемого большим адронным коллайдером, на психику людей. Некоторые утверждают, что это поле может воздействовать на мозг человека, вызывая галлюцинации, видения или даже изменения в поведении. Связь БАК с ушедшими душами и призраками среди поклонников паранормального существует теория о том, что большой адронный коллайдер может быть причиной появления призраков и контакта с ушедшими душами. Возможно, энергия, высвобождаемая при работе ускорителя, создает условия для взаимодействия с параллельными мирами или иными измерениями. Специалисты по паранормальным явлениям и БАК не все ученые и исследователи признают возможность влияния большого адронного коллайдера на паранормальное явление. Однако есть специалисты, которые не исключают такую возможность и продолжают изучать потенциальные воздействия ускорителя частиц на окружающий мир. Загадочные события, происходящие рядом с БАК вокруг большого адронного коллайдера, происходили различные загадочные события, которые вызывают интерес у фанатов загадок и таинственного. Некоторые свидетели утверждают, что видели необычные светящиеся объекты в небе или ощущали странные энергетические всплески вблизи ускорителя. Критика теории о паранормальных явлениях и БАК многие критики относятся скептически к идеям о связи между большим адронным коллайдером и паранормальными явлениями. Они утверждают, что такие теории не имеют научного обоснования и основаны на мифах и легендах, а не на фактах и доказательствах. Позиция официальной науки по этому вопросу. Официальная наука не признает возможности воздействия большого адронного коллайдера на паранормальное явление. Ученые утверждают, что работа ускорителя частиц регулируется строгими протоколами безопасности и не может вызывать непредсказуемые эффекты, включая паранормальные. Возможные объяснения для наблюдаемых явлений, несмотря на то, что теории о влиянии большого адронного коллайдера на паранормальные явления звучат увлекательно, многие ученые предлагают более реалистичные объяснения для наблюдаемых феноменов. Например, светящиеся объекты в небе могут быть аэростатами, метеорами или даже дронами, а странные энергетические всплески могут быть вызваны геологическими процессами или физическими явлениями, не связанными с работой ускорителя частиц. Роль культурной обусловленности в интерпретации явлений также важно учитывать культурную обусловленность в интерпретации наблюдаемых явлений. Человеческий мозг склонен искать объяснения в том, что он знает и понимает, что может приводить к ошибочным суждениям и искаженному восприятию действительности. Поэтому, при изучении мистических или паранормальных событий вблизи БАК, необходимо учитывать влияние культурных установок и предвзятостей. Поддерживаемые научные доказательства для того, чтобы принять какую-либо теорию о влиянии большого адронного коллайдера на паранормальное явление, требуется убедительное научное доказательство. До сих пор ни одно исследование не предоставило соответствующие связи между работой ускорителя частицы и возникновением паранормальных явлений. Поэтому такие утверждения остаются скорее предметом фантазии и домыслов, чем в действительности. Важность критического мышления подводя итог, важно помнить о необходимости критического мышления и обоснованного подхода к интерпретации наблюдений. Желание найти своих естественные объяснения для явлений вокруг большого адронного коллайдера понятно, но важно различать между фантазиями и реальностью. Только основанный на фактах и доказательствах подход позволяет науке продвигаться вперед и расширять границы знания. В заключении данного видео я бы хотел сказать и дополнить, что большой адронный коллайдер это объект, который привлекает внимание и вызывает интерес не только ученых, но и поклонников загадок и таинственного. Теории о возможном влиянии ускорителя частиц на паранормальное явление остаются предметом споров и спекуляций. Не существует точных ответов на вопросы о том, может ли баг вызывать необычное явление, но эта тема продолжает волновать умы и вызывать дискуссии в научном сообществе среди любителей мистики. Увидимся скоро. Я хочу верить. Димура.